Два варианта, как мы будем проводить эту беседу. У нас с вами три часа. Первый вариант — это ваш вопрос. Если вопрос задан, и все остальные согласны, что мы обсуждаем эту тему, то мы её обсуждаем. Если нет, мы движемся дальше. Ну, то есть практически можно вот так делать. У каждого человека есть вопрос. Или я буду просто сам предложу какой-то вариант обсуждения. Что вам больше понравится? Значит, мои темы. Неправильное понимание отношений в бизнесе — раз. Неправильная расстановка целей — два. Тяжёлая судьба — три. Дальше. Неправильное отношение к времени, к здоровью, к своей личной жизни и так далее. Нормально, да? Итак, расстановка целей. Я думаю, что это важный вопрос. Мы его начнём обсуждать первым. И в этой связи я хотел бы выдвинуть тезис, что правильное понимание целей или счастья, в чём заключается счастье, моё счастье в бизнесе, приводит к тому, что человек достигает того, что его бизнес начинает развиваться, то есть он начинает расти. Первое, что нужно понять, самое главное, это то, что сейчас в современном обществе приоритет в понимании квалификации человека определяется его осведомлённостью в вопросе ведения дел. Ну, то есть его квалификация в понимании того, что он делает конкретно. То есть, видите, ставка делается на том, с чем мы имеем дело. Но это сейчас я не буду обсуждать, потому что об этом постоянно говорится. То есть все семинары по развитию бизнеса именно к этому сводятся, что человек должен очень большое внимание уделить тому, с чем он имеет дело. То есть это люди, это сам бит деятельности и так далее. Но то, что я хочу предложить вам для обсуждения, это совсем другая вещь. То есть это правильное понимание, кто ты сам, правильное отношение к себе. Потому что ни для кого не секрет, что люди часто не понимают в нескольких моментах. Первое, способны ли они вообще вести бизнес. Раз. Второе, какой вид деятельности надо выбрать. Два. Третье, они не понимают, чего, собственно, они от этого хотят. Потому что часто люди думают, что если я руководитель, значит мне будет жить лучше. Руководитель — это тот, кому жить хуже, кому жить тяжелее. Потому что этот человек берет на себя ответственность. Самое лучшее — это поехать в деревню, выращивать морковку и жить на природе, и не париться. Но если человек занимается деятельностью, он берет на себя ответственность, то он реально становится тем, кому сосуд кровь. То есть это означает, что он должен обладать какими-то качествами, какой-то силой для того, чтобы выдержать вот это испытание. Потому что чем больше у человека власти, влияния, средств, тем больше на него внимания, и тем тяжелее ему жить. Потому что это внимание чаще всего бывает не позитивным, а наоборот. То есть к нему приковывается другой тип внимания, или его пытаются и жить, или пытаются понять, кто он такой. То есть далеко не такая уж ситуация, в которой человек чувствует себя очень комфортно. С другой стороны, сама деятельность, менеджмент подразумевает, что человек находится в жесткой борьбе с теми, кто вокруг него занимается тем же самым делом. Поэтому говорить о том, что тот, кто занимается бизнесом, или деятельностью, или лидерством, он находится в более легком положении по сравнению с остальными людьми, это далеко не так. Это далеко не так. Это первое впечатление. То есть человек, который занимается какой-то деятельностью, объединяющей людей, он находится в более трудном положении на самом деле в жизни. Ему тяжелее жить, чем всем остальным. У него больше ответственности, больше сил уходит на те же самые простые вещи, которые человеку требуется иметь в жизни. Итак, надо понять, в чём счастье заключается, почему я решил заниматься этой деятельностью, какого счастья я достигаю от того, что я беру ответственность за людей и за какое-то дело. Если человек, есть три вида счастья в данном случае. Первый вид счастья — я хочу просто денег, власти и влияния. Когда человек такую цель ставит перед собой, то все становятся врагами, потому что все хотят денег, власти и влияния, даже его подчинённые. Таким образом, он начинает действовать в среде, которая глубоко враждебна ему. То есть человек начинает сражаться со всеми, начинает воевать за своё превосходство. И вот эта вот тактика войны или ведение боя такого, если можно хитростью завоёвывать. Допустим, тебе приходит человек, и ты ему говоришь, «У нас очень хорошо работать, тебе будет здесь хорошо». И дальше как бы надо сделать так, чтобы он работал больше, а я меньше. Как, допустим, на бизнес-тренингах часто такой задаётся вопрос, «Что должно лежать на столе у руководителя?» А? И ответ такой «Ноги». То есть означает, что все работают, а он наслаждается жизнью. Вот. То есть это сказка просто. Никогда на столе у руководителя ноги не будут лежать, потому что в этом мире деятельность руководителя самая сложная. Но самая большая сложность заключается в том, что часто руководитель не понимает, чего он хочет, собственно, этим достичь. Потому что само желание власти, денег и положения в обществе — это то, что даётся человеку просто по судьбе, как дар, который он или имеет, или не имеет. А если он искусственно завоёвывает это, то он получает большие трудности в своей жизни. Сейчас мы немножко об этом поговорим. То есть мы один вариант цели это забрали. То есть, ну так, чуть-чуть. Хочу просто красиво жить. Денег, влияние и славы, да? Власти там славы, влияние, влияние, положение в обществе, славы. Второй вариант. Я хочу, чтобы мне было приятно работать. Мне было, чтобы я получил счастье от этой деятельности. Это лучший вариант. Но он тоже неправильный. Потому что просто сама природа человека руководить уже означает, что он будет заниматься своим делом, и будет хорошо. Если ты действуешь по своей природе, зачем к этому стремиться? То же самое, если ты хочешь денег, влияния и славы, тогда надо понять, что это всё достигается просто потому, что ты такой. Если человек имеет это в сердце, возможности на это, то это приходит легко. Не надо думать, что для этого нужно упахиваться, чтобы это пришло. Это приходит изнутри. Точно так же, если ты занят своим делом, ты тоже будешь счастлив. Если твоё дело — это управлять людьми, тогда ты будешь от этого счастлив. Единственная правильная цель, то есть вот эта первая цель — это цель невежества. Люди, которые в невежестве, они просто тупо рубят капусту, пытаются себе как бы заработать на жизнь таким образом, делают у себя очень крутых ходят. Вот. Второй вариант — это когда человек просто хочет наслаждаться жизнью. Тоже, но это уже получше. Это страсть. Это люди в страсти. Это уже невежество. Это более разумный слой людей, которые занимаются руководством. И разумные люди, которые занимаются руководством, хотят, чтобы как минимум был счастлив коллектив. Как минимум люди, которые находятся в моём подчинении, получат удовлетворение от того, что я делаю. Ещё лучшее, если общество, в котором я живу, получит удовлетворение от моей деятельности, от меня, от того, что я делаю. А ещё лучшее, если Бог получит удовлетворение от того, что я делаю. Это самый лучший вариант. Это и есть цель жизни человека, который является лидером в обществе. Потому что Бог находится вот здесь, вот прямо в сердце. И Он представлен у нас в сердце в виде совести, в виде голоса совести. И когда человек чувствует, что он живёт так, как он хочет, в том обществе, в котором он живёт. То есть говорить, что жить по совести в этом обществе непросто. Особенно для того, кто лидер. По совести означает всё честно. Ну то есть о честности мы можем говорить тогда, когда честно всё устроено вокруг. Но если устроено всё не совсем честно, то по совести означает то, что ты сделал всё, что мог, для того, чтобы всё было хорошо, всё было честно для всех. Ты сделал всё, что мог. Ты пытался действовать правильно. Как это возможно здесь, в этом обществе? Потому что все знают, что в этом обществе совсем правильно действовать уже невозможно. То есть всё это уже понимают. Особенно те, кто занимается управлением. Таким образом, идея в чём заключается? Что у каждого человека в сердце есть совесть. И если человек всё-таки пытается жить так, чтобы там в сердце было удовлетворение, действовать так, чтобы там было удовлетворение, то тогда в этом случае он получает счастье, немедленно сам становится счастливым, он живёт жизнь не зря, не зря свою жизнь живёт, и это приносит счастье. И второй постулат заключается в том, что когда человек так живёт, то все, кто вокруг него находится, они тоже будут счастливы, они тоже получат удовлетворение. Вот, допустим, вы пришли сюда послушать мою лекцию. И у меня есть три варианта действовать. Первый вариант. Я могу просто сорвать капусту. Второй вариант. Я могу так её читать, чтобы мне было хорошо. И третий вариант. Я могу так читать, чтобы вы были счастливы, как минимум. А может быть, общество получило благо от этой беседы. А ещё лучше, если Бог в сердце получит удовлетворение, и я получу понимание, что я живу не зря. Видите, теперь понятно, о чём я говорил. Да? Сразу стало понятно. Когда по отношению к себе, это очень понятно. Итак, движемся вперёд. Поэтому целью, высшей целью в бизнесе нужно ставить миссию, которая должна быть начертана в сердце человека. То есть надо иметь миссию. Если я просто занимаюсь деятельностью, просто открыл магазин или ещё что-то делаю, и просто это делаю, чтобы выжить, это бездарно, потому что лидер, который за собой ведёт людей, является головой этой группы людей. Их головой. Головой означает, какое у него настроение, настрой, такой будет настрой у них. У меня есть один знакомый. Он взял просто интересно, проверил. Вот то, о чём я сейчас говорю, он проверил это. Он взял и начал в моей лекции давать слушать подчинённым. Ну, понятно, есть такие люди, ну, как бы в деятельности, есть просто подчинённые. Они просто выживают. Есть часть людей, есть те люди, которые просто нужна работа, они просто выживают. Мы не говорим об этих людях. Мы говорим сейчас об интеллектуальных людях, которые могут помочь. Понятно, что можно рабочих набрать, и они будут работать. Мы сейчас об этом не говорим. Мы не говорим, что это и есть команда, хотя на них настроение тоже распространяется. Команда — это те люди, которые имеют в своём сердце то же самое, что и вы. То есть если у вас в сердце заработать деньги, у них тоже будет сердце заработать деньги. Тогда если они вам скажут «до свидания», что вы можете на это сказать? Но если у вас в сердце есть какое-то чистое желание, какое-то чистое желание по отношению хотя бы к коллективу, или как минимум к стране, или к Богу, то тогда в этом случае что произойдёт? Произошло то же самое, что у него. Он начал давать вот эти лекции по нравственности, послушать коллективу. Понятно, что есть люди, которые просто не хотят это слушать. Но он взял и заставил послушать это лидеров своего коллектива. Лидеры разделились на две части. Одни из них заинтересовались этим материалом, начинали искренне, начали слушать и общаться с ним близко на эту тему. А вторые просто сказали, что мне это неинтересно. И опыт показал, что те, которые сказали, что неинтересно, они ушли потом, когда стало трудно. Потому что, понимаете, если человек имеет квалификацию что-то делать хорошо, это не значит, что у него сильный разум. Сильный разум человека проявляется только в том, насколько он интересуется нравственной и духовной жизнью. Если человек этим не интересуется, значит, его разум не настолько силён, чтобы получить глубокое удовлетворение от деятельности. Он хоть и развитый человек в плане возможности что-то квалифицированно делать, но он не развитый по отношению к своему собственному сердцу. Он не понимает, в чём счастливая жизнь заключается, а в чём несчастная. Если человек тупо просто пашет и приходит домой, и в свободное время он развлекается, пьёт пиво, ходит в баню и играет в бильярд, ну, это является признаком его развитости или нет? Развитый человек означает тот, который интересуется чем-то нравственным. Это означает, что у него есть совесть. Так сейчас же всё на деньгах завязано. Вот, вот, вот и всё. Вот, видите? Вот, хорошо. Давайте об этом поговорим. Хватит, значит, я не буду на тебя работать. Я буду сюда работать. Да, вот, замечательно. Но у меня не такая команда. Я не по вас. Я вообще. Я знаю, что у вас за команда. Ну, да, вообще, да, вообще, да. Да, вообще, если вокруг хомяки, я тоже буду хомяком. Просто набил себе полные щёки в зерна и сижу себе возле норки. А если зерна не хватает, надо исти любое место. А если зерна не хватает, надо кого-то расхомячить, у него взять зерно и тоже сидеть так же. Ты тоже как бы приветствуется на организации. Да, я знаю, я знаю. Кого-то захомячить, кого-то расхомячить. Как жить? Как жить? А всё зависит от того, в каком слое общества вы находитесь, кто является вашими друзьями. Потому что у каждого человека есть силы, которые его окружают. Они зависят от его мировоззрения. Если человек находится в благости, его окружают верующие люди. Если находится в страсти, его окружают деловые люди. А если он находится в невежестве, его окружают люди криминального мира. И там другие законы не такие, как вы сказали. Дальше, когда человек уже понял, что цель развивает его как личность, и личность притягивает личности, тогда следующей целью надо ставить формирование команды. Потому что если не будет соратников, не будет ничего. И надо полагаться в своем развитии только на тех, на кого можно доверять. Не нужно торопиться с расширением. Нужно торопиться с тем, чтобы вокруг были люди, которым можно было доверять. Потому что когда такие люди есть, тогда можно дальше набирать всех остальных. Атмосфера в коллективе будет зависеть от этого ядра. Какая атмосфера в ядре, такая будет в коллективе, потому что сразу начнется полярность. Те люди, которые не поддерживают эту атмосферу, они будут сразу видны, они будут сразу заметны, что эти люди не наши, не те, которые думают, как мы. И им будет там невкусно жить, понимаете? Они будут отваливаться. А вкусно будет тем, которые как мы. Поэтому даже простые люди будут постепенно, они как бы вокруг ядра этого формироваться и притягиваться к нему. То есть начнется центр стремительное движение. Основано не на том, что мы работаем ради денег, а работаем ради цели. Итак, внутренняя цель — это непростая вещь. Вот даже, допустим, вы решили уже, что у вас правильная цель, но к вам не притягиваются хорошие люди. Это значит, что страх перетягивает. Страх, и вот именно страх формирует это желание иметь высокое положение в обществе, иметь много денег, иметь влияние, потому что если у тебя этого нет, то опасно тебя могут раздавить. Это очень подсознательная вещь. Страх после большинства людьми движет. Но если человек движет не страх, а идея какая-то, то кто к нему притягивается? Люди с идеей. Они ищут друг друга. Их мало, но они ищут друг друга. Часто людям важно именно это. Вот многим людям важно... Вот хорошо, давайте поднимите руки те, кто хотел бы, чтобы его руководитель был именно таким, и даже на меньшую зарплату. Видите, вот есть идейные люди. Есть люди, которые именно этого хотели в жизни. Именно этого хотели, а не чего-то другого. Потому что это и приносит настоящее счастье в жизни. Работать с таким человеком. Теперь следующий момент. Я сделал такой постулат в самом начале лекции, что удача в бизнесе приходит просто потому, что человек такой. Сейчас я его попытаюсь объяснить. Есть такое понятие, которое мало понятно вообще в современном обществе. Это понятие называется благочестие. Вот смотрите, допустим, у человека хорошая память. Можно сделать любому человеку себе хорошую память? Вот у меня, допустим, в институте учился со мной один парень, он просто один раз читал текст и всё запоминал. Мне надо было читать по 10 раз. Можно такую память, как у него, сделать или нет? Нет. Можно? Нет. Это безумие. После года три. Нет, невозможно. Невозможно. Я просто вам делаю постулат, попробуйте сделать, если хотите. Я изучал этот вопрос, знаю точно, что невозможно. Это зависит от благочестия человека. От благочестия копится много жизней. Теперь дальше поехали. Вот, допустим, есть люди, на которых кто-то смотрит и сразу ему подчиняется. Вот просто смотрит и раз, подчинился уже. Его не надо напрягать, чтобы он подчинился. Он просто подчинился. Что это такое? Это благочестие. Это благочестие. Дальше есть люди, которые просто смотрят в тему какую-то и знают, куда двигать бизнес сразу. Они знают, куда он должен пойти. А есть, которые упахиваются, чтобы понять, и не знают. Как вы думаете, тот, который вот не знает, он сможет стать таким проницательным человеком, который знает, куда бизнес должен пойти или нет? Не сможет. Не сможет. Дальше есть такие люди, которые способны заставить человека работать. А есть, которые не способны. Итак, видите, мы уперлись во влиянии планет. То есть, благочестие – это что такое? Это сила, дающая данные человеку с рождения. И с рождения человеку также дается возможность, сколько он может иметь вокруг себя людей и собственности и всего остального. Это тоже с рождения дается. Но это меняется. Но я вам сейчас выдвину один постулат, который вы должны понять. И этот постулат сможет вам помочь развивать ваш бизнес. Постулат такой. У меня к вам сначала вопрос. Вот если ребенок хорошо математику понимает, а литературу плохо, в чем вы будете, какие уроки вы ему будете давать? По литературе или по математике? По математике. Я хочу сказать одну вещь, что там, где человек способен, там и будет его развитие. Там, где он не способен, туда и не надо тратить силы. Часто у человека просто это истерика. Понимаете? Если меня, допустим, люди не слушаются, значит, я буду упахиваться, делать так, чтобы они меня слушались. То есть, видите, мы все упираемся в работу над собой. Увеличение благочестия — это не деятельность, направленная на людей. Человек с людьми тратит свое благочестие. Например, тот, кто имеет влияние, его раздербанят люди, и он будет иметь меньшее влияние, потому что он устает. Но работа над собой должна быть больше по внутреннему объему, чем работа с людьми. Человек должен внутренней жизнью жить больше, чем он отдает. Тогда он развивается, тогда он становится сильнее. Сильнее становится не тот, кто целыми днями боксом занимается, а тот, кто тренируется и на ринг выходит и бьет только один раз. Мои дорогие друзья, мне принесли записку. Время закончилось, называется «Записка». И так как у меня по судьбе, мне предсказал астролог, что последний вопрос мне зададут, когда я буду в гробу. Олег Геннадь еще на один вопросик. Вот. Ну, уже поздно, уже все. Мы не можем задерживать, вы понимаете, вы все бизнесмены, лидеры. Видите, наверное. Субтитры создавал DimaTorzok